Привет друзья! Вы такого о гречке точно не знаете. Невероятные факты. Вопреки распространенному мнению, гречка не относится к хлебным злакам. Она имеет больше общего с семенами ревеня и щавеля. Это делает его отличной заменой зерновых для людей, которые страдают непереносимостью клейковины. Гречка – прекрасная альтернатива рисовой каши для диабетиков. Мало кто знает, что гречневая крупа более питательна, чем многие другие зерновые культуры. Хотя углеводы являются ее основным пищевым компонентом, гречка также богата белком, минералами и антиоксидантами. Углеводы гречки имеют низкий гликемический индекс. Вот почему гречка не вызывает нездоровые скачки уровня сахара в крови. Кроме того, гречка содержит достаточное количество клетчатки и крахмала, который имеет важное значение для здоровья толстой кишки. Гречневая крупа изобилует аминокислотами, особенно лизином и аргинином. Согласно исследованиям, белки, содержащиеся в гречневой крупе, эффективно снижают уровень холестерина в крови, препятствуют образованию желчных камней и снижают риск развития рака толстой кишки. Эта замечательная крупа имеет более высокое содержание минеральных веществ, чем рис, пшеница и кукуруза. В гречке найдены марганец, медь, магний, железо и фосфор. Итак, регулярное употребление гречки может положительно влиять на многие процессы в вашем организме, таких как. Баланс сахара в крови, кровяное давление, липидный обмен, пищеварение, иммунная система, состояние костной ткани. Снижает риск развития рака, особенно рака толстой кишки и молочной железы. Примечание. Люди, которые имеют аллергию на латекс или рис, также могут реагировать на гречку. Появляются сыпь, отек, желудочно-кишечные расстройства и самое серьезное – тяжелый аллергический шок. Вкус гречневой каши знаком каждому из нас с детства. И это вполне закономерно, учитывая пользу этой питательной зерновой культуры, в состав которой входят белки, углеводы, витамины, минералы и антиоксиданты. Сразу хотелось бы отметить, что наиболее полезно ядрится – цельнозерновой продукт коричневого либо желтовато-коричневого цвета, поскольку именно в ней содержится большее количество полезных веществ, по сравнению с проделом, мелко-либо крупно-колотыми зернами. Не менее полезна и зеленая гречка, представляющая собой необработанный сырой продукт. Но, такая крупа, в отличие от ядрицы, не проходит термической обработки, поэтому подвержена появлению и размножению в ней различных патогенных микроорганизмов. Итак, что же произойдет с телом при ежедневном употреблении гречневой каши? Чем полезна гречка и какой вред организму она может нанести? На эти и многие другие не менее важные вопросы дадим ответы далее. Можно ли похудеть на гречке? Диетологи испытывают особую любовь к гречке, поскольку этот продукт является отличным помощником для тех, кто решил мягко и без вреда для организма расстаться с лишними килограммами. А все благодаря долгим углеводам, содержащимся в гречке. Именно они даже в небольшом количестве обеспечивают на длительный период времени ощущение насыщения. В итоге количество перекусов сокращается, порция употребляемой пищи становится меньше, а талия – стройнее. Кроме того, гречка обладает мочегонным эффектом, выводит шлаки и токсины, а также уменьшает нагрузку на печень. Очищаясь и оздоравливаясь, организм не только намного быстрее теряет лишний вес, но и менее интенсивно набирает его впоследствии. А ни для кого не секрет, что поддерживать вес в норме намного сложнее, чем худеть. Растительный белок, входящий в состав гречки, способен восполнить недостаток белка животного происхождения, что особенно важно для вегетарианцев. Ведь отсутствие либо дефицит этого самого белка приводит к мышечной слабости, снижению работоспособности и выносливости. Гречневая крупа благодаря клетчатке и крахмалу нормализует функции желудочно-кишечного тракта, избавляя от запоров и метеоризма, что также способствует похудению. Если вы решили посидеть на 14-дневной гречневой монодиете, то в результате можете сбросить до 14 килограммов. Но, хотелось бы напомнить, что всевозможные монодиеты, как и различного рода голодания, являются огромным стрессом для организма. В итоге вы потеряете 10 килограммов на таких диетах, а наберете впоследствии 20 килограммов. Поэтому лучше нормализовать питание и включить в рацион гречку как один из неотъемлемых продуктов, но в разумных количествах. Гречку можно употреблять ежедневно в количестве 150-200 граммов. Польза и вред гречке. Гречневое зерно полезно не только для худеющих, а и для всех тех, кто хочет жить здоровой жизнью, наполненной энергией. Особенно важен этот продукт для людей, страдающих диабетом. Именно гречневая крупа, имеющая низкий гликемический индекс, помогает в течение короткого промежутка времени снизить содержание сахара в крови. Кроме того, пищевые волокна гречневой крупы перевариваются долго, что не только уменьшает объем всасываемых углеводов, а и притупляет чувство голода. Все это помогает удерживать диабетикам вес в норме. Регулярное употребление гречки снижает риск образования в желчном пузыре камней. Доказано также антиканцерогенное действие гречки, особенно в отношении рака молочной железы и толстой кишки. Полиненасыщенные жиры, входящие в состав этого продукта, снижают уровень холестерина в крови, тем самым нормализуя артериальное давление. Высокое содержание в гречке магния снижает риск развития варикозного расширения вен, устраняет отечность конечностей. В гречке содержится рекордное количество железа. Поэтому этот продукт рекомендован людям с анемией. Бета-каротин способствует поддержанию остроты зрения. Гречка улучшает свертываемость крови и укрепляет сосуды, что является отличной профилактикой инфарктов и инсультов. А знали ли вы, что гречка – это единственный зерновой продукт, который содержит холин, отвечающий за слаженную работу не только центральной нервной системы, а и головного мозга? Но и это еще не все. Гречневая каша по праву считается естественным антидепрессантом, который при ежедневном употреблении избавит от усталости и успокоит нервную систему. Если вы заботитесь о красоте кожи, ногтей, зубов и волос, гречка должна быть в вашем меню постоянно, поскольку содержит большое количество минералов и витаминов. Отдельно хотелось бы сказать о пользе гречки для мужчин. Так, употребление этой крупы, нормализующей психоэмоциональный фон и способствующей выработке дофамина, благоприятно сказывается на потенции и либидо представителей сильной половины человечества. Однако следует помнить о том, что гречневая крупа может принести не только пользу, а и вред. Так, плохо запаренная или проваренная гречневая крупа плохо усваивается. Поэтому не рекомендовано людям с заболеваниями желудка и кишечника. Стоит ограничить или вовсе исключить гречку из рациона гипотоникам, поскольку магний, содержащийся в этом продукте, расслабляет стенки сосудов, что приводит к понижению давления. И, конечно, противопоказана гречневая крупа и все субпродукты людям с непереносимостью гречки. Как употреблять гречневую кашу? Чтобы гречка принесла максимальную пользу организму, с нее рекомендуется начинать утро, чтобы долгие углеводы обеспечили вас энергией на ближайшие 2-3 часа и усыпили бдительный желудок, лишив его возможности подавать сигнал о голоде. А вот от гречки на ужин лучше отказаться именно из-за долгих углеводов, которые нагрузят желудок длительной работой в ночное время. Можно ли есть гречку с молоком? Единого мнения на этот счет нет ни у диетологов, ни у врачей. Для переваривания гречки и молока необходимы разные ферменты. При этом кальций, содержащийся в большом количестве в молоке, при взаимодействии с железом, которым богата гречка, теряет практически все свои полезные свойства. Гречка и молоко, обогащенные витаминами и минералами, обеспечивают организм двойной порцией полезных веществ. Диетологи рекомендуют употреблять гречневую кашу с молоком лишь тем, кто не имеет проблем с пищеварительными органами. Как правильно варить гречку? Диетологи утверждают, что гречневую кашу необходимо не варить, а запаривать. Дело в том, что при варке гречка теряет около 30% своих полезных свойств, а это немало. Если вы запариваете цельнозерновую гречку, дайте ей настояться в течение 30-40 минут. Если вы отдаете предпочтение колотым зернам гречки, то хватит и 15-20 минут для приготовления гречневой каши. Если же вы выбираете гречневые хлопья, то употреблять такую кашу можно через 5 минут после запаривания. Если кашу вы решили сварить, то следует придерживаться следующих правил. Используйте металлическую, неэмалированную посуду с достаточно толстыми стенками и плотно прилегающей крышкой. Соблюдение данных условий будет способствовать тому, что гречневая каша равномерно проварится. Тщательно переберите гречневую крупу перед варкой, чтобы удалить посторонние примеси. Промойте крупу несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Соблюдайте пропорцию 1 к 2. На 1 стакан гречневой крупы берется 2 стакана воды. В процессе приготовления не помешивайте гречневую кашу, не открывайте крышку и не добавляйте воду. Все перечисленные действия приводят к потере вкусовых качеств гречки. Варите гречку 20 минут до выпаривания воды. До того, как гречневая каша закипит, рекомендуется варить ее на сильном огне, после чего перейти на медленный. Сваренная каша, снятая с огня, должна дойти в течение 5 минут. И еще, независимо от того, варите вы гречку или запариваете, солить и добавлять в кашу масло рекомендуется после того, как продукт будет готов. Будьте здоровы и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok